приветствую вас на канале ноутбук мастер сегодня в этом видео хотел бы показать вам как можно легко переделать оперативную память которая предназначена для работы на 1.5 вольта на 1.35 вольта значит как известно есть два типа ddr3 памяти это как уже я говорил 1.5 вольта и 1.35 вольта 1.35 вольта используется в новых ноутбуках сравнительно новых это примерно от 14 года выпуска используется уже низковольтная это оперативная память значит есть такая хитрость это производитель решил просто как бы продвигать рынок чтобы пользователи не использовали память которая которая стояла ddr3 в старых ноутбуках например не ставили их новые а покупали у производителя его опять же новую несовместимую в скобках оперативную память значит на каждой планке оперативной памяти есть микросхемка это флеш память которые в себе имеет прошивку в этой прошивке указано указаны тайминги указаны служебная информация название оперативной памяти и как она должна работать вот и мы меняя одно значение получаем совместимую память которая работает и на 1.5 вольта и на 1.35 вольта я спаял вот такой переходник для программатора программатор я использую мини-про я покажу сейчас как надо подпаяться в этот разъем я вырезал из старой материнской платы сам разъем под оперативную память и подпаяться надо на 199 нога это vdd spd это питание на 200 пин это у нас дата на 202 пин это у нас целка и землю можно подпаять там где вам будет удобно там сюда и там я вот в этом случае подпаялся в этом месте это крепление крепление защелки и также вот такой у меня есть переходничок под микросхемки я надеюсь это будет видно вам значит тут также есть 1 2 3 4 5 6 7 8 и вот как стандартная микросхема распаиваться также у нее есть приводы они по порядку и тут у нас значит должно быть так значит восьмой пин это у нас три вольта питание микросхемы целка дата это у нас пятый и шестой пин и земля у нас это четвертый пин вот так этот переходник у меня работает значит вставляем ее программатор берем оперативную память это у нас один и пять вольт а давайте сейчас сразу проверим ее на ноутбуке у меня тут есть сервисная материнская плата так вставляем ее слот так и все будет видно значит подключаем питание и давайте запустим как видим у нас старт есть но изображение на матрице нет так вставляем нашу оперативную память сейчас я запущу программу для записи итак подключили мы оперативную память к нашему программатору запускаем программное обеспечение от нашего программатора выбираем микросхемы 24C02 можно выбрать любого производителя и нажимаем кнопочку read вот как видим мы прочитали нашу микросхему которая находится на планке оперативной памяти и для того чтобы заставить ее работать в двойном режиме 1.5-1.35 вольта нам надо поменять значение 0.2 в этой ячейке и зашиваем все обратно давайте еще раз еще раз ее прочитаем чтобы удостовериться что у нас информация записалась вот как мы видим изменения есть и теперь давайте попробуем запустим наш ноутбук на модифицированной банке памяти так устанавливаем нашу память в разъем так надеюсь все видно в кадре и давайте запускаем наш ноутбук надеюсь видно что изображение есть ноутбук у нас распознал эту планку памяти уже как правильную и можно сказать что его мы обманули но есть опять же нюанс есть такая штука как в райп протект это используется для защиты записи на микросхемы памяти вот например у меня есть вот такая планка памяти hunix она 2 гигабальтовая и когда мы ну это уже модифицированные а это еще нет когда мы попробуем ее сейчас прочитать так запустим программу она у нас читается меняем значение и давайте попробуем прошить прошиваем но у нас микросхема не прошивается это защита от записи стоит можно конечно пробовать подпаивать резистор снимать защиту но я пошел простым путем это я взял старую матрицу и вот в этом месте в этой модели есть такая же аналогичная флешка которая используется на чипах памяти на планке оперативной памяти я ее отсюда спаял и запаял ее уже на эту память также ее уже прошил давайте попробуем прочитать ее как видим вот она у нас уже прочиталась давайте мы изменим значение например на стандартные 0.0 это кстати 0.0 это указывает что планка памяти должна работать только на 1.5 вольт 0.2 это 1.5 и 1.35 это двойной режим так есть давайте мы теперь еще раз ее прочитаем вот видно что изменения у нас есть давайте поставим как нам надо еще раз прочитаем прочитали да вот у нас все изменения сохранены еще раз читаем из write protect запись не происходит вот такое видео у нас получилось сегодня я надеюсь что оно было вам интересным и полезным и поможет вам или вашим клиентам сохранить деньги не покупая новую память но еще повторюсь вот например у меня есть планка памяти 4 гигабайта также флешечку я перепаял прошил но к сожалению она не запустилась это скорее всего что эта память действительно работает только на 1.5 вольта и она уже слишком старая а эти планки памяти они более новые и сам производитель уже предусмотрел что сами чипы могут работать и на 1.5 и на 1.35 вольта если вам понравилось это видео ставьте лайки всего доброго как мы видим вот тут есть остатки флюса это еще заводской флюс он наносится по маске на посадочные места компонентов и потом уже специальной машиной ваше как ваше 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 самое